В прямом эфире время новостей. В студии работает Виктория Малая. Здравствуйте. Пять пожаров ликвидировали в Иркутской области за два дня. Площадь возгорания составила более 11 гектаров. Два очага потушили в Иркутском районе, по одному – в Ангарском, Осинском и Усольском. На утро сегодняшнего дня лесных пожаров в регионе не зарегистрировано. Согласным данным авиалесохраны, самое большое количество возгораний зафиксировано в Забайкальском крае. Там тушат 18 очагов на площади более 20 тысяч гектаров. Тем временем в Иркутской области межведомственные группы продолжают осуществлять противопожарные рейды в населенных пунктах и садоводствах. На выходных патрули выявили 24 пала травы и сжигания мусора. А за 10 дней действия особого противопожарного режима к штрафам привлечены 98 правонарушителей. Тем временем порывы сильного ветра до 15-18 метров в секунду вновь прогнозируют синоптики сегодня на всей территории Иркутской области. Также в некоторых районах пройдет небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах ожидается гололед и снежный накат. Последнюю ледовую переправу закрыли в Иркутской области. Она действовала на реке Лена возле села Коршунова Киринского района. Всего в зимний сезон в регионе было 55 ледовых дорог. Как сообщает управление МЧС, сейчас на закрытых переправах установили запрещающие знаки. А на съездах возвели валы, которые препятствуют движению транспорта. Спасатели призывают водителей быть предельно внимательными во избежание несчастных случаев. Лед сейчас активно разрушается. На Малом море большие промойны в проливе Ольхонские ворота. Открытая вода. Любители подледной рыбалки предупреждают. Выходить на лед опасно. Нет разрешения на тонировку без стекла. Таким образом попытался решить вопрос с законом иркутский автолюбитель. Но перед этим молодой человек в пьяном виде врезался в забор православного храма. Все, тонировки нет, да? Устранил на месте, да? Все устранено. Просто и незатейливо. Этот водитель освободил свой автотранспорт от тонировки, выбив все стекла в этом хатчбеке. Штрафа не будет. Но отвечать перед инспекторами ГИБДД все равно придется. К примеру, за езду в пьяном виде. Иркутянин после того, как изрядно выпил в ночном клубе, отправился домой на своей машине. В итоге рано утром врезался в забор храма Александра Невского. Машина загорелась. На огонек подоспели сотрудники дорожной полиции. Тормоза отказали, не справился с управлением. Въехал в забор. Машина сгорела. Родители будут плакать. Все плохо. Почему я остался опять жив, неизвестно. Неизвестно также, почему водитель возил госномер в багажнике машины. От медицинского освидетельствования молодой человек отказался. Стало быть, водительское удостоверение, скорее всего, понадобится ему не скоро. Разбитый автомобиль отогнали на штрафплощадку. Алексей Килевра, новости сейчас. Два подростка чуть не погибли, упав с моста в автомобиле. Авария произошла в Братском районе. За рулем отечественной «шестерки» был 16-летний юноша. А на пассажирском сидении – 11-летний мальчик. Около 9 утра машина слетела с моста на подъездной дороге у села Кобляково. После оба подростка выбрались и самостоятельно обратились в деревенскую амбулаторию. Оттуда на скорой пострадавших увезли в городскую детскую больницу Братска. 11-летнего мальчика сразу перевели в реанимационное отделение. А 16-летнего отпустили домой под амбулаторное наблюдение. А родителям подростка грозит штраф за ненадлежащее воспитание. Машину юноша взял покататься без спроса. Очевидцев страшной аварии, которая произошла 31 января в Буханском районе, разыскивает полиция. Тогда маршрутка с пассажирами на полном ходу врезалась в стоящую обочине лесовоз. Четыре человека погибли на месте. Еще пятерых, в том числе четырехлетнюю девочку и беременную женщину, доставили в больницу. Сейчас следователи ищут свидетелей ДТП, в том числе водителей с видеорегистраторами, которые в это время ехали по Александровскому тракту. Их просят обратиться по телефону в Иркутске, 21-25-77. Иркут получил первые российские двигатели для МС-21. Всего корпорация «Перемские моторы» построила 16 двигателей. Два из них испытают в течение этого года и также передадут авиастроительной компании. Мотор для самолетов прошел аудит комиссии Европейского агентства авиационной безопасности. Под наблюдением представителей Росавиации. Двигатель разработан с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. Это первая с 80-х годов полностью российская разработка турбовентиляционного мотора для гражданской авиации. Напомним, ранее при изготовлении МС-21 использовали американские и японские комплектующие. Однако из-за санкций поставки прекратились. Вода, которая спасет. В реабилитационном центре на базе Ивана Матрёнинской больницы Иркутска открыли бассейн. В нем занимаются дети с заболеванием нервной системы. На одном из занятий побывала наша съемочная группа, пообщалась с родителями и врачами. Море эмоций и удовольствия. Правда, бассейн для детей с нюансами развития – это не развлечение, а жизненно необходимый тренажер. Лиза Новикова проходит курс лечения уже в третий раз. На занятия приходит каждый день. А те, кто приезжают на реабилитацию из других городов, живут прямо в этом центре. Длительность программы оздоровления – 21 день. Принимают пациентов с самого рождения. Ребенок развивался-развивался, но в какой-то момент перестал разговаривать. Я не знаю, что произошло. А здесь, когда мы пришли, даже в первый раз, она уже начала произносить слова, начала говорить. А вот к третьему разу, сейчас она уже говорит фразами, говорит более-менее понятно. Ну, то есть, динамика есть, очень хорошая, положительная. Лиза, класс! Огонь! Отделение комплексной медико-психолога педагогической реабилитации открылось год назад. За это время курс лечения прошли более 300 пациентов с различными заболеваниями, соматического характера и поражением центральной нервной системы. Дети посещают индивидуальные и групповые занятия. Здесь есть сенсорная комната, ЛФК, физиотерапия, массаж, а теперь и бассейн. Со старым бассейном у нас была проблема со сливом. И вот благодаря спонсорам они нам помогли и сделали нам вот такой прекрасный бассейн, где дети с удовольствием занимаются. На фоне проведения медицинской реабилитации у детей происходит улучшение в двигательной сфере, в моторной, психической и речевой. А также они социально хорошо адаптируются в обществе. В следующем году известной в области и далеко за ее пределами Ивано-Матрионетской больнице исполняется 125 лет. Ирина Томчик, Павел Рютин. Новости сейчас. Более двух кубометров мусора вывезли жители поселка Вересовка в Иркутске во время субботника. Масштабная уборка прошла в Ленинском районе по инициативе депутата городской думы Григория Резникова. Жители традиционно вышли на очистку территории. Признаются, что в таких акциях участвуют активно. Многие привели детей, чтобы привить привычку не мусорить на улице и научиться ответственности. Кроме того, в поселке к субботнику привели в порядок остановочный пункт. Он много лет был в запустении и со временем пришел в негодность. В этом году ее привели в божий вид, покрасили. И это очень радует. Теперь мы ждем автобус, который у нас ходит каждый день в комфортном помещении. Мы в этот раз субботник провели, мы почистили елочки. К 9 мая у нас будет заложена аллея памяти ветеранов войны. В этом году мы, как обычно, проводим субботник с жителями, убираем ее. Во-первых, это, скажем, такое традиционное мероприятие. То есть люди это помнят, эти праздники, которые еще были давным-давно приняты. Во-вторых, люди любят субботники, потому что есть возможность выйти, пообщаться, убрать, провести хорошо время. У нас работает полевая кухня, горячий чай. Субботники также прошли в парке Березка в Новоленино и в Иркутском микрорайоне Березовом. Жители очистили от мусора реликтовую рощу. Для всех желающих во время мероприятия работала полевая кухня. Людям наливали горячий чай и угощали кашей с тушенкой. Иркутский фильм стал победителем на международном русско-итальянском фестивале «Старый город в новом мире». Лента «Иркутск с нами» режиссера Мария Кельчевская оказалась лучшей в номинации документальный фильм. Его премьера для широкой публики состоится 23 апреля в Доме кино. Всего на участие в проекте претендовали более 50 работ. 18 из них вошли в конкурсную программу. Фестиваль заостряет внимание общественности на проблеме сохранения культурного наследия городов с многовековой историей. Архитектурного наследия говорит о привлечении особого внимания к памятникам деревянного зодчества. Проект прошел при поддержке благотворительного фонда наследия иркутских меценатов и фонда президентских грантов. Этот проект, этот кинофестивал стал очередным этапом нашего большого культурного проекта русско-итальянского «Окна Иркутска. Двери Венеции». И если первые его этапы были фотопроектами, то нынешний проект, как мы говорим, более объемный. Это видеоформат, это киноформат, но он все о том же, он о культурном наследии. Участники боролись за победу в трех номинациях – лучший игровой фильм, лучший видеоролик и лучший документальный фильм. Также не обошлось и без сюрпризов. Для гостей и участников фестиваля подготовили две дополнительные номинации – «Уроки краеведения» и «Герой нашего времени». Переезд Иркутской зоогалереи вновь перенесен. Новое помещение не успели подготовить к назначенному сроку. Сейчас возводят каркас и проводят необходимые коммуникации. До июня животные будут находиться по прежнему адресу. Летом переселятся на Карла Маркса 50. Напомним, Иерусалимское кладбище, где сейчас живут обитатели зоогалереи, считается объектом культурного наследия и охраняется государством. По закону, размещение любых хозяйствующих субъектов на территориях запрещено. Зажигательный флешмоб. Массовый горнолыжный спуск прошел в Байкальске. Любители скорости в купальниках отметили окончание сезона. К иркутянам присоединились жители Ангарска, Братска, Улан-Удэ и других городов. В этом году в спуске, который проводится уже четвертый год подряд, участвовали 600 горнолыжников. Организаторы говорят, прошлогодний рекорд побит. Тогда в массовом спуске в купальниках принимали участие 500 человек. Все желающие смогли подняться на отметку в 900 метров, чтобы сделать карнавальное селфи для соцсетей, а также поучаствовать в многочисленных конкурсах. И о спорте. Иркутский спортсмен Дмитрий Соколов завоевал серебряную медаль на чемпионате России по подводному спорту. Он стал призером в дисциплине «Динамическое апноэ» – это плавание с задержкой дыхания. Всероссийские соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Иркутянин проплыл под водой с задержкой дыхания 169 метров, выполнив норматив мастера спорта. В феврале прошлого года Дмитрий Соколов установил рекорд области, проплыв 100 метров подо льдом Байкала за 97 секунд. Столицей традиционного каратэ стал Иркутск на два дня. Турнир «Кумите Эволюшн» собрал спортсменов всех возрастов и данных. Международные соревнования проходят в столице Приангария уже третий год. В этот раз увеличилось число участников. Приехало почти тысяча спортсменов. За поединками наблюдали Александр Гаврилов и Константин Синицын. Яркие поединки. Борьба до последнего. Внимание всех любителей каратэ в Иркутске 20 и 21 апреля было приковано к турниру «Кумите Эволюшн». Около тысячи спортсменов со всей страны боролись за победу в разных дисциплинах. Елизавета Кадникова долгое время занималась фигурным катанием. Дружит с чемпионкой страны Александрой Трусовой. На коньках она показывала отличные результаты, но влюбилась в каратэ и не устояла перед его чарами. В свои 15 Лиза одна из лучших в своей возрастной категории. В Иркутске спортсменка из подмосковного Одинцова уже восхитилась Байкалом и сдала экзамен на черный пояс. Его принимал легендарный тренер Нельсон Корион. Это, наверное, вторые мои международные соревнования. Ну, разумеется, очень важное событие. Нужно показать свои лучшие стороны. Вчера здесь проходил экзамен на дан, на черные пояса. Я сдавала. Надеюсь, я сдала. Их работа на соревнованиях самая напряженная. Требует внимания и терпения. Арбитры говорят, удивляться уровню детей не приходится. На Кумите Эволюшн отбираются самые сильные. Уровень состязаний растет, а отсюда больше требований к судьям. Павел Черноусов – арбитр международной категории. Перед турниром для тренеров провели мастер-классы по безопасному обучению детей. Мы практикуем специальный подход, как обучать карате, в общем, опасному достаточно виду боевых единоборств, начиная с самого раннего возраста, минуя травмы. То есть хорошее, плавное подведение к настоящему мастерству минимальными разрушениями, как физическими, так и ментальными. Каратисты Иркутской области уже много лет показывают достойные результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Состязания такого масштаба уже проводят в Иркутске не первый год. И, по словам организаторов, рост турнира отмечается во всем. Впервые добавили вторую разминочную зону для спортсменов, что позволяет избежать столпотворения перед татами. То есть, если вы заметили, у нас достаточно свободно, просторно. Спокойно работают секретари, судьи, спортсмены. Каждый знает свое дело, свою работу. Когда увезти спортсмена, когда привезти, когда отвезти его на награждение. Соревнования стали своеобразной репетицией чемпионата Европы-2019. Он, кстати, впервые за 15 лет пройдет в России, в Москве. Большинство призеров и победителей Кумите Эволюшн – его фавориты. Александр Гаврилов, Константин Синицын. Новости сейчас. И к этому часу у меня все новости. Всего хорошего и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова